Только серьезные ответы. Женщины, которые забеременели в подростковом возрасте. Как это было? Я потерял ребенка на 14 неделе. И оказалось, что у меня болезнь фон Вилебранда. Примечание. Это наследственное заболевание крови, характеризующееся нарушением ее свертываемости. Было дохерища крови. Бывший сказал, что... А, она еще чуть не померла, получается. Бедняга. Я притворяюсь и ушел на вечеринку. А моя мама в тот момент была в отключке. Я пошла к соседям и умоляла их вызвать скорую помощь. В итоге мне пришлось делать переливание крови. Мне до сих пор снятся кошмары о той ночи. Меня накрыла смесь горя от потери ребенка и страха того, что я могла истечь кровью до смерти. В довершение всего, когда я вернулась домой, я увидела, что мать устроила тусу. Ведь у нее был стресс, и она хотела отвлечь... Охуенно! Блин... По кайфу, блядь, пиздец. Ты настолько похер. Человек такой настолько эгоистичный. Спустя месяц мы узнали, что она беременна. И единственный раз, когда отец ребенка был рядом с ней, это на той вечеринке. Пипец. Так что, по сути, она зачала мою младшую сестру, потому что у меня был выкидыш. Класс. Жесть. Я забеременела в 18 лет. Узнала об этом через две недели после того, как меня приняли в один из лучших университетов страны. Я все равно поступила. Идут к черту консультанты, которые советовали мне идти в муниципальный колледж. Окончила университет, затем получила степень магистра, а после стала кандидатом наук уже в другом университете. Со временем я вышла на уровень шестизначной зарплаты и, в конце концов, отправила свою дочь учиться в университет. Если вкратце, в такой ситуации есть свои трудности и дерьмовые моменты, но вы в состоянии с ними справиться. Молодец. Это был сущий кошмар. Я всегда чувствовала себя больной, организм был все время истощен. Я боялась рассказать об этом своей семье, а когда все же рассказала, меня начали стыдить. Надо этот комментарий показывать всем, кто говорит, что беременности роды омолаживают, и вообще нужно рожать, пока ты как можно моложе, потому что ты легче всего это перенесешь. Ага, действительно, организм у подростка такой. Мне надо дохера питания и прочее, и прочее. Мне нужно дохера питательных веществ. У меня сейчас повышенный метаболизм. Я сейчас потребляю гораздо больше энергии. Угу, да, легче перенесешь. Я буквально вот вчера или позавтра... Вчера, по-моему, на работе как раз видос это мне попадался до этого ютубера, догона попался. Насчет того, типа, да когда же ты вырастешь? Он там просто говорил, типа, взрослые... Ну, типа, рост у мужчин там до того-то возраста, у женщин до того-то, там, по-моему, 23-25. Типа, ну, как бы метаболизм меняется плюс-минус после этого уже. До сих пор есть гений, которые считают, что женщина с... Девушка, девочка с начала менструации уже способна... Уже у нее организм сможет выносить и родить ребенка. При том, что менструации могут начаться в таком возрасте, когда кости таза еще не сформировались. Кайф. Гений. Не, так-то в теории может. Да и в практике такое происходит, но это не значит, что это норма, блядь. Это не норма, это вообще не норма. Ну да. Просто так организм устроен, как бы. Организм еще зреть и зреть, извините меня. В 10 лет, в 11 начинаются менструации. Там еще ничего не сформировано для того, чтобы можно было выносить и родить ребенка. Да? Да чего уж, давайте рожать сразу с рождения. Чтобы не терять времени. У меня эти клетки-то уже есть. Да, ага. Пиздец, что у людей в голове. В старших классах меня ждал просто ад. Ведь к тому периоду дети уже становились злыми и любили сплетничать. В итоге у меня произошел выкидыш. Было много крови и теперь каждый раз, когда у меня начинаются месячные, я вспоминаю про тот случай. Больше я не хочу детей. Я навсегда закрыла для себя этот вопрос. Меня теперь все время будут мучить мысли о том, не связано ли мое решение с тем, насколько неудачным был тот период в моей жизни. В момент, когда я забеременела, мне исполнилось всего 15 лет. Можете себе представить подростка в убертатный период, когда у него вовсю хреначат гормоны. Это был действительно ужасный опыт, но это лишь моя история. У других, возможно, все было не так плохо. Хотела бы добавить еще парочку вещей. Что надо обязательно предохраняться. Но и предохранение не всегда работает. Опять же, это могло произойти с презервативом. Если вы замалчиваете ситуацию с сексуальным просвещением для детей, это не значит, что они не будут трахаться. Они будут. Просто они вам об этом не скажут никогда. Не будут предохраняться как следует. Потому что они будут стесняться купить контрацептивы, но письо в письо они стесняться не будут. Ну, как бы да. Потому что юность, гормоны бушуют. Хочется вот это вот все. И это кажется крутым, запретным, взрослым. А когда это уже не такое уж и запретное, оно уже к нему интерес не настолько высок. Ну да, смысл в том, что такое ощущение, что люди, когда вырастают и заводят детей, забывают, что они сами были подростками и прочее. И как они себя вели в то время. Мне кажется, что многие люди, когда заводят детей, они их не заводят до уровня куклы. Ну, возможно. И пытаются ей мозги, свою голову представить. Да, плюс семья молодец. Не вместо того, чтобы помочь поддержать дочь, они ведли себя как гондоны. Возможно, она изменит свое мнение. И, типа, у нее даже желание появится завести ребенка, если она встретит хорошего человека, который будет ее во всем поддерживать. И не будет на нее давить и угнетать. Не, знаешь... А тут семейка, блядь, сыграла роль. До сих пор кажется, что мама ко мне относилась некоторой долей того, что я, ну, для нее как кукла. Ляля такая, поиграть дочке-матерь. Что это вот именно примерно такого уровня, только сейчас у меня еще у самой есть репродуктивная функция. То есть теперь я продаюсь в коробочке вместе с малышкой Келли. Ага, и вот эта фраза. Ой, хотим внучков понянчить. Тоже как будто, блядь, это... Куколок понянчить они хотят. А ничего, что, как бы, нам воспитывать этих детей и нам следить за этим ребенком, там, до 18 лет как минимум. Чувства вины и стыда были настолько сильными, что когда 6 лет спустя я рассказала об этом мужу, меня стошнило. Для многих людей подобный опыт – это то, с чем ты продолжаешь жить всю оставшуюся жизнь. Даже если у тебя нет ребенка или у вас не получается его завести. Это то, что вы пережили, и данный опыт навсегда останется у вас в памяти. Если у кого-то из вас есть ребенок-подросток, пожалуйста, расскажите ему все про безопасный секс, беременность, и не запугивайте его, чтобы в случае чего он смог спокойно обратиться к вам за помощью. Ну, как бы, да, дети вас должны не бояться, а доверять вам. Сложно, невозможно. Ну, да. Я являюсь матерью с 13 лет, сейчас мне 21. В начале это был ад. В старших классах обстановка и так была довольно плохой, так при этом я еще и стала мамой. Большую часть школьного периода я подвергалась различного рода издевательствам. Родители поддерживали меня, и только благодаря им мы смогли пережить все это. Сейчас я живу одна, и несмотря на то, что в жизни я столкнулась с ужасными моментами, я люблю своего сына, и он помогает мне двигаться вперед. Я не могу себе представить ситуацию, что я бы сказала какому-нибудь ребенку, родственнику, ну, в смысле, девочке, там, племяннице, допустим, или что-то такое, в 13 лет, рожай мы поможем, или что-то типа того, рожай, если она забеременела. По мне, несмотря на все мифы запугивания, 13 лет это уже показания для того, чтобы прервать беременность. Ну да, ну... Абсолютное. Возможно, она сама не хотела ее прерывать еще. Ну, и просто еще культивируется миф о том, что, типа, может быть опасно прервать беременность, и т.д., и т.п., но обычно опаснее выносить беременность. Да, ну, тут вот как раз вариант здоровой семьи, которая поддержала свою дочь, помогла ей, и все. Ну, типа, shit happens, давайте жить дальше, давайте купиться. Ну, как бы да. Жаль, что тебе пришлось все это переживать. Надеюсь, теперь у вас все будет хорошо. Если не возражаешь, расскажи, как ты забеременела. По случайности или как-то еще? В каком-то смысле по случайности. Ведь я даже не знала, как происходит беременность, пока не узнала, что уже беременна. В детстве я не была такой уж любопытной девочкой и не задавала много вопросов. Родители не разрешали мне посещать уроки полового воспитания. А вот они проебались. А вот тут они проебались. В итоге я попал... Просто, понимаешь, я к ним скептически отнеслась просто из-за того, что мы позволили ей сохранить беременность в 13 лет. Ну да. И раз уж она уже случилась. В принципе, это проеб родительский. Ну как бы очевидное, невероятное. Ну, заставить-то они, наверное, ее не имеют права. Ну, да. Типа они могут просто посоветовать, сказать, что, ну, может, типа то-то-то-то-то. Но... Я просто не знаю, как у них законы устроены. Ну да, но там хер знает, на самом деле. Потому что, допустим, у нас, по-моему, до 14 лет, собственно, родитель на приеме гинеколога может присутствовать. Но обычно, конечно же, это мать. Ну, очень странно, если папа присутствует на приеме гинеколога. Просто я не представляю себе ситуацию, в которой было бы охренительным, да, решением, чтобы там об отсутствии или присутствии моей половой жизни, допустим, моя мама знала, сидя на приеме, допустим, вместе со мной. Как бы у меня с тем не было проблем, потому что я тогда и не думала ее вести. У меня приоритеты были другие. Вот. Я хотела быть Sailor Moon. Ну, вот, но все люди разные, да, и мальчики мне в то время уже нравились. Какое-нибудь говно со мной могло случиться буквально через, ну, примерно через полгода-год родила моя одноклассница, с которой мы дружили до этого. Классно. И как раз перестали общаться и как-то рассвернули по разным дорожкам. Я уже не хотела быть Sailor Moon, но детей еще иметь не собиралась, а она вот уже все, она уже семью хотела. Угу, она уже, это, Чебиусу заимела себе или кто-то. Да, у нее уже была Чебиусу. Этот, как его. Ну, насколько я помню, гениальность определенного количества родителей заключается в том, что нет, наш ребенок не будет посещать уроки полового воспитания, потому что если он их будет посещать, он узнает о сексе, и он захочет его. Да. Это самое тупое, наверное, это, обоснование этого. Там вообще, я не вижу вообще там каких-либо адекватных обоснований того, чтобы ребенок, ну, типа, у него не было сексуального просвещения, потому что, ну, как бы, это все равно когда-то произойдет. Там ему хотя бы расскажет учитель, взрослый человек, расскажет. Он же не будет ему показывать на ребенке, Господи. Там же не будет практики, еб вашу мать. Просто замалчивание, вот люди, вот это вот человеческое свойство, что не думают, что замалчивание и игнорирование проблемы ее решит. Ну да. Нет, оно ее создаст. Вот, получается, контакта и доверия с родителями не было. И она попала под влияние какого-то хера. Да? В прямом смысле того слова. Потому что дети, которые не чувствуют на себе достаточно внимания, тепла и поддержки, они ищут его где-то еще. Время всего процесса. Я не захотела повторять этого снова. А спустя время меня начало тошнить по утрам. И в конце концов мама отвела меня к врачу, где я все и узнала. То есть у нее один из одного получился. Да? Класс. Сначала родители злились на меня, но в итоге начали винить себя за то, что не были со мной более открытыми. Потому что... Ну, они правы. Так было, да. Так и есть. По сути, я ходячий пример того, почему половое воспитание действительно важно. Сама беременность прошла нормально. Дальше все пошло по накатанной. Было очень стремно рассказывать об этом окружающим. Меня тошнило каждые несколько часов. Сорян за автоп, но есть в различных странах вариант американской передачи «Беременна в 16». Так вот, если оригинал показывает все минусы подростковой беременности и о том, как важно сексуальное просвещение, то в России это токсичная передача о том, что дал бог зайку, даст и лужайку, и рожайте как можно раньше, и вообще весь функционал женщины у нее находится ниже пояса. Вот. И вся цель женской жизни в этом, типа. В смысле? А как же и стирать, и готовить, и убирать квартиру? Это хобби. Это хобби, это приятное приложение. А, это приятное хобби для женщины? Понимаешь? Основная цель жизни, дело ее жизни – это родить, рожать и воспитывать детей. А, ну еще подгузы менять дедам старостей, всем родственникам старым. Вот. Потому что мужики этим не занимаются никогда. Вот. А приятное хобби, такое, типа, перчиночка в этом все, изюминка – это стирка, готовка, уборка. Класс. Обслуживание мужа. Да, еще выслушивать какая-то херовая от родственников своих, мужа, там, неважно. Получается, это, родила, воспитала, можно копать умиральную яму. По факту. Пиздец. Еще было неприятно то, что я росла как на дрожжах. Мне было больно от того, что я не могла ходить в школу. Очередь на денежные пособия на ребенка была очень длинной. Пришлось ждать больше года. И мне приходилось работать по вечерам, когда мама могла присматривать за близнецами. Ебать, у нее еще и близнецы. Пиздец. Вот это вот повезло. С это. Первая же беременность, причем в подростковом возрасте, и многоплодная. Блин, это просто бинго. Я всеми силами сдерживала свой порыв убить отца близнецов. И я до сих пор не до конца оправилась от этого. Ситуация улучшилась, когда близнецам исполнился год. И у меня появилась квартира и парень. Теперь он мой муж. Сейчас я вполне счастлива. Мои близнецы просто замечательные детки. И ради них стоило все это пережить. Но черт возьми, это было тяжело. Подростки, у которых нет серьезных проблем в жизни, могут быть абсолютно несчастны. Ведь мозг подростка естественным образом усиливает степень малейших проблем. Ну, максимализм подростковый. Он такой. У меня был такой же подростковый мозг. Но при этом я жила с реальными проблемами и принимала трудные решения. Мне было 18, мои родители жили на другом конце страны. А мы с моим бывшим жили вместе с еще парочкой сожителей и совместно оплачивали аренду. Ну, ну, 18 это да, по сути, подросток. Это и есть подросток, до 20 ты подросток. Там даже, кстати, и вот опять же вспоминаю тот же видос Дагона. Это, такой думаю, ага. Реклама, там канал, конечно, большой. Я не знаю, я так говорю. Ты, по-моему, тоже смотрела видосы его или попадались. Короче, суть в том, что какой-то из ученых еще хер знает, когда говорил, что подростковый возраст там до 20 с чем-то. Что-то такое. Ну, это факт, что организм примерно до 25 растет. Ну, вот да, как бы. Ну, а как у нас занижают возраст женщин, способных к рождению детей. Ага. И вешают лапшу на уши, что вот еще чуть-чуть и ты уже все. Причем, причем нам в учебных заведениях медицинского толка лапшу вешают. Я вижу, что мой эндокринолог в это верит, потому что она говорит, что вам уже 30, но, наверное, уже пора, пора. Ага. Вот, нам говорили, что в 25 уже возрастные эти родящие пометки, такие на медицинских картах, это уже, это ничем не обоснованный эйджизм, по факту. Да, по факту у нас в России он, в принципе, процветает. Как у нас? Причем, в основном, по отношению к женщинам. Да? Почему так? Ну, а так, в принципе, общий возраст у всех. Во всем мире тебе 30. Только началось время, когда ты только начал выстраивать карьеру. Ты только можешь начать чего-то добиваться. У тебя, может быть, только начать появляться семья. Ты, возможно, будешь задумываться о детях, а может быть, еще и нет. И ты еще, по сути, молодой. Ты только, типа, жизнь начал относительно. У нас! Тебе 30. Все, ты уже старый. Готовься к смерти. Ты уже умираешь. При этом в профессиях, которые требуют длительного обучения и становления, как бы, например, как в медицинской... Говорится где-то до 35 или даже до 40, что это молодой специалист. Соотносите как-нибудь. Будьте последовательны. Пожалуйста. Я уже просто понял, что, кажется, у нас в стране реально такое отношение, что, типа, 30, все, ты уже, типа, ну, типа, все, ты не молодой, ни хера. 25, ты старая дева. 30, ты уже агуза, который, нахрен, никому не нужен. Мы были настолько бедными, что питались одной банкой консервированных спагетти в день. До родов я не наблюдалась в больнице. А на шестом месяце у меня начались преждевременные роды. Ебать, это, конечно, очень глупо было не сходить в больницу и не обследоваться. Хотя у них же там все сложнее с этим. Ну да. Но, тем не менее, все-таки стоило попытаться отцу ребенка заработать денег и отвезти свою женщину к врачу, чтобы проверить. Я оказалась в больнице. Остальное время до рождения малыша я провела на постельном режиме и раз в месяц посещала больницу, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. Девочка родилась в положенный срок весом 2,9 килограмм. Сейчас ей 28. 2,9 это нормально. От 2,5 килограмм. А у нее же на шестом месяце преждевременные роды начались. Она на постельном режиме все остальное время была. А, то есть она не родила на шестом месяце? Не родила. Просто такое бывает, что не может матка удержать плод. Там предлежание плаценты, там еще некоторые проблемы. И там специальную петлю накладывают и отправляют на постельный режим. И там никаких резких движений, чтобы доносить беременность. Ясно. Я просто подумал, что преждевременные роды начались. Значит, она родила на шестом месяце. И что она посещала больницу, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке. В плане, что ребенок в больнице все это время проводил. Я понял это так. Поэтому и остановил. Ясно. То есть, получается, она просто проверяла плод. То, что с плодом все в порядке. Ну, да. Больше всего мне запомнилось то, что я постоянно хотела есть. Под конец беременности мы готовили кастрюлю гороха с кукурузным хлебом. И ели эту чертову кастрюлю гороха целую неделю. Иногда мы ели жареную соленую свинину и жареную капусту. Это было в 80-х годах. В то время получить продовольственные талоны было гораздо сложнее, чем сейчас. Ноль из десяти. Не рекомендую. Как я понимаю, это уродскую ситуацию. Потому что я была ребенком в 90-е. Спасибо за донат. Голос шикарен. Птичка тоже одно из первых видео. Тут она поет, ожидая пока кофе остынет. Звучит крайне интригующе. Сложнее, чем сейчас. Ноль из десяти. Не рекомендую. А мне два... Самое интересное, она такая перечислила, то-то, то-то. Я такой, ммм, звучит аппетитно. 21 год. У меня жена и двое детей. И я думаю, как мне прожить на 2000 в месяц. Аплодирую тебе. Было трудно, но я успела закончить школу. Окончила школу в мае. Родила ребенка в начале июля. Я вышла замуж еще во время учебы. Отец ребенка был хорошим парнем. Он стал и хорошим отцом. В итоге я все равно поступила в колледж, только на двухгодичную специальность медсестры. Прочитала много книг Дэйва Рэмси. И мне пришлось очень быстро повзрослеть. Вместо того, чтобы гнаться за мечтой, я погналась за тем, чтобы обеспечить безопасную жизнь своему малышу. Это было страшно. Знаешь, все, что она сейчас рассказала и перечислила, вот реально человек взрослый, созревший, ну типа вот так случилось, все вот было это, все было хорошо. Вот что проистекало из того, что одна ошибка и ты ошибся, но отец ребенка взял на себя всю ответственность. Ну да, но тем не менее, она не погналась за мечтой, я так и думаю, ну это хреново, возможно стоило попытаться действительно учиться на то, что ты изначально и хотела. Вас как бы двое. Ну возможно и не было таких возможностей. Ну да, кто знает. Ну да, так-то взрослые осуждения, хрена делать. Получается, ну как бы получилось, так и получилось. Пришлось чем-то жертвовать, к сожалению. Тем, чтобы обеспечить безопасную жизнь своему малышу. Это было страшно. Мне было 14 лет, когда я забеременела. Я понятия не имела, что делать. Меня стыдили в семье, и все мои друзья отвернулись от меня. Мягко говоря, я была в ужасе. Я рассматривала возможность отдать ребенка на усыновление, потому что знала, что не смогу дать ему ту жизнь, которую он заслуживает. Я стала бы мамой в 15 лет, если бы выносила его до конца. Но в итоге я потеряла своего сына на 18 неделе беременности. В тот момент это сильно ударило по мне. Я несколько раз пыталась покончить с собой. Меня два раза госпитализировали. Спустя несколько лет психотерапии мне стало намного лучше. А ведь если бы все не отвернулись и не гнобили ее, и допустим родители бы предложили, что может быть аборт сделать, еще что-то, с ребенком в плане психологии было бы все в порядке. И она бы, я думаю, наверное, все-таки вполне нормально бы мог пройти аборт, и проблем не было бы. Она бы не травмировалась психически, и в итоге все было бы у нее хорошо. А сейчас она, возможно, боится заводить детей и прочего-прочего. И психологические травмы получила. Изначально, если первое отношение к этому было как shit happens, и второе, что аборт это просто медицинская процедура. Это по факту так. Есть. Вот. И никто меня не переубедит в этом. Потому что я знаю, как эмбрион развивается. А тут просто она уже относилась к плоду как к ребенку. Ну да. И это ее сломало. И потому что в этот момент у нее не было никакой поддержки. Да. Я храню прах моего сына в огнеупорном сейфе, и каждый день думаю о нем. День благодарения очень тяжелый праздник для меня. Пиздец. Пиздец, ее это реально сломало. Так как за день до него у меня случился выкидыш. Я не уверена, хочу ли я иметь детей в будущем, но кто знает. Я ужасно боюсь, что у меня снова случится то же самое. У меня диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство. И иногда даже мысль о том, чтобы завести детей, пугает меня до смерти. Время анонимных историй. Это был довольно ужасный опыт. Меня, 15-летнюю девочку, изнасиловал мой тогдашний парень. После того, как я попыталась порвать с ним. Когда я узнала, что он мне изменял. Конченый ублюдок. Комбо просто собрал. Уебок. Моя мама нашла положительный тест на беременность и просто вскипела. Я понимаю, почему она была так расстроена. Ведь она родила меня в 16 лет. И хотела, чтобы я не повторила ее ошибок. Когда у меня вдруг резко появилась грудь, я была худенькой. Моя школьная подруга заподозрила неладное. Да. Ну да, форма округляется во время беременности. До того, как появляется живот. Да. Ну, то, что мама вскипела, найдя тест. И то, что дочь от нее скрывает, это понятно. Главное, чтобы потом дочь ей объяснила. А вообще странно, что дочь просто не рассказала ей о том, что сделал с ней ее парень. Хотя, кто знает... Ничего странного. Потому что общество изнасиловано в них винит женщина. Ну да. Не странно, а скорее зря не рассказала. А так-то да. Она, скорее всего, боялась то, что сказали бы. Ну, ты сама позволила. Как обычно. Не все таки... Я не всех под одну гребенку загребаю, скажем так. Но чаще всего именно так все и происходит. Не верят такие. И винят саму жертву. Она держала это в тайне ради меня. К счастью, никто кроме нее ни о чем не узнал. Мама давила на меня, чтобы я сделала аборт. Я на 95% уверена, что сама пришла бы к такому же решению. Но мне нужно было больше времени на раздумья. Сам процесс прошел нормально. Когда мы ехали домой с больницы, мама назвала меня убийцей. И это не... Ты, блядь, нормальная! Конченая. То есть, сама давила на дочь. Сделай аборт. А потом ты начала гнобить дочь за то, что она тебя послушала? Господи, я бы с этим человеком в поле срать не сел. Вот серьезно, я бы вырос, уехал жить отдельно при первой же возможности. И больше никогда не общался бы с такой маман. Нахер она нужна? Несмотря на то, что именно она настаивала на том, чтобы я сделала аборт. Я все еще до конца не оправилась от анестезии, чтобы как-то ей противостоять. Так что я просто плакала. Оставшийся период старших классов прошел нормально. Но обстановка дома, которая и так была довольно дерьмовой, после случившегося стала еще хуже. Сейчас я замужем за потрясающим человеком. И в следующем году мы планируем создать семью. Я ужасно боюсь, что из-за того... Я надеюсь, что мамаша внуков не увидит. Ага. ...того, что со мной произошло, я убила свою возможность рожать. Я думаю об этом каждый день. Это может показаться глупым, но я была уверена, что у меня родится мальчик. В этом году ему исполнилось бы 16 лет. Моя мама вновь вернулась к христианской религии. Но я все равно никогда не подпущу ее слишком близко к себе, из-за того, как она обращалась со мной раньше. Я знаю, какая она на самом деле под этой маской радостной и добродушной женщина. Правильно, правильно. Правильно сделает. Токсичным людям не место в твоей жизни, даже если они твои родители. Хотел бы передвинуть тот видосик, что последним донатил. Чуть ближе, если можно. Если уже нет, то ладно. Спасибо за донат. Передвигать можно в любой момент. Да. Я стала мамой в 16 лет. Это было тяжело. Я многим пожертвовала, но оно того стоило. Если бы мне пришлось вернуться назад, я бы ничего не изменила. Это событие сформировало меня и сделало такой, какая я есть сегодня. Я не смогла закончить старшую школу. Но меньше, чем через год я получила аттестат об общем образовании. В итоге я проучилась год и стала медсестрой. Сейчас мне 36 лет, а моей дочери 19. Она выросла, зная, что у нас не было много денег на игрушки. Но зато она ценила то, что у нас было. Благодаря моему опыту она стала крайне бдительной в опросе беременности. Мне очень повезло, что у меня была потрясающая... Вот пример того, что... Как бы... Ребенку передала свой опыт и научила ее в этом плане. Ну да. Они просто сказали... Они как предыдущие. Они просто сказали, я родила тебя в 16 лет, и если ты, сука, залетишь в 15, я тебя убью нахуй. Не смей меня пережать. Ага, не смей меня позорить. Еще что-нибудь такое. А, ну, я ж когда ходила гулять в 15 лет, мама мне говорила, что я рожу в 15. Принесу подоле. Мама мне 30, не хочу. Ага, как кошка, блядь, в зубах принесешь. Чем я старше становилась, тем меньше хотела детей. Я мама, которая была и остается моей опорой. Три раза в неделю моя девочка, мама и я разговариваем по видеосвязи, чтобы не терять контакта. Каждый раз, когда я думаю о ней и о том, какая она замечательная, у меня перехватывает дыхание. Она смогла уехать из нашего крошечного городка и поступить в колледж. А в следующем году она уже будет учиться за границей. Девочки, которые маются сейчас с малышами или недавно забеременели, будьте сильными. Вас ждет самый трудный период в жизни. Бывают моменты, когда вы будете подавлены и будете плакать. Но если упорно трудиться и не опускать голову, я обещаю, что все это окупится вам в миллионы раз. Большое спасибо за... Молодец. Будьте аккуратней и будьте просвещенней. 18 презервативов дешевле, чем содержать ребенка в 18 лет жизни. И это тоже. Зарубите себе на носу. Не надейтесь, что... Ааа, пойдется, проскочит. И, как говорится, кому-то повезло, а вам может не повезти. Поэтому, да, надо быть осторожным. Спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok